325 день войны, суббота, 14 января. Воздушная тревога звучит в большинстве областях страны. Российские оккупационные войска осуществили массированнейший ракетный обстрел Украины 1-й в 2023 году. Вражеские прилеты зафиксированы во многих регионах. Киев, Харьков, Одесса, Кривой Рог, Днепр, Винница, Ладыжин, Бурштин, Львовщина, Хмельницкий и другие города были мишенями террористов. Повсюду гражданские объекты. Обстрел городов россияне цинично и подло начали с самого утра. В 6 часов утра еще спали, как обычно все, и услышали взрыв. Вышли на улицу, то окна вылетели. Вышли на улицу, здесь воронка. Россия атаковала Украину, выпустив 38 ракет. Украинским силам ПВО удалось забить 25 воздушных целей. Противник использовал такие ракеты, как Ха-22, баллистические, которые применяются против ударных авианосцев и не только. В результате вражеских ударов были повреждены энергетические объекты в 6 областях Украины. В кривом роге из-за попадания ракеты в частный сектор один человек погиб и один пострадал. И, конечно же, отдельная глава этого страшного террора – то, что случилось в украинском Днепре. Вражеская ракета Ха-22 попала в 9-этажный жилой дом. Разрушено более 70 квартир. Ребята, это пи***ц. Нет подъезда. Просто нет подъезда. Но самое страшное – то, что под завалами оказались десятки мирных граждан. Это простые жители, которые просто находились у себя дома. Еще можем достать кого-то раненых, чтобы хоть бы они были жиры. Там еще человек. Женщина прибавила ногу. Целую ночь специальные службы и простые жители Днепра пытались помочь пострадавшим и спасти тех, кто под завалами. Но, к сожалению, по предварительным данным, 40 людей погибло. Еще несколько десятков числятся без вести пропавшими и более 75 человек, среди которых дети травмированы. На руку чувствуешь? Закипал. Пошевели пальцами, нет? Сейчас доктор сделает уколчик, будет полегче. Как стало известно, этот кровавый приказ на ракетный удар по многоэтажке в Днепре осуществил командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Ракеты запускали из Курской области и акватории Азовского моря. Такими же ракетами Х-22 Россия атаковала торговый центр в Кременчуге, где погибло более 20 человек. Если мы говорим о, например, ракете Х-22, то это крылатая ракета, максимальная скорость которой полета составляет почти 5 махов. И сбить подобную ракету средствами поражения, которые имеются на вооружении ПВО Украины, недельно невозможно. Почему? Потому что 5 махов – это почти приближение к гиперзвуковому классу. Пока не будет получено достаточно высокотехничное, высокотехнологичное вооружение, которое может бороться с ракетами именно на таких скоростях. Это, например, ДРК «Патриот» или франко-итальянский «Сэмпти». По данным воздушных сил Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабной военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 таких ракет. И, к сожалению, ни одна не сбита средствами противовоздушной обороны. Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это как-то иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть у наших партнеров, которое так ожидают наши воины. Российская Федерация в очередной раз показала и доказала – эта страна – убийца и террорист. Украина, конечно же, готова бороться с оккупантами, но для этого нужна военная помощь и поддержка всего мира.